Нет, садись! Ах, прокачу! Соро, воспользуйся гостеприимством. Я вижу, у вас хороший характер, товарищ механик. Куда везти? В Черномарск. Персонаж Ильфа и Петрова Адам Козлевич очень обаятельный человек. Ему так и хочется сочувствовать. Однако в сегодняшних жизненных реалиях Козлевичей симпатии вызывают мало. Особенно у правоохранительных органов. Большое количество сейчас населения у нас занимается незаконными перевозками пассажиров. Поэтому с 15 мая текущего года до особого распоряжения проводится на территории Московской области оперативно-профилактическое мероприятие «Такси-нелегал». Совместно с сотрудниками регионально-административного транспортного контроля. Наша съемочная группа наблюдала за этим мероприятием на месте его проведения. Расторгуево-транспортный узел. Излюбленное место дислокации таксистов-нелегалов. Но завидев сотрудников ДПС и нашу камеру, они словно испаряются. Тогда сотрудники ДПС останавливают проезжающие подозрительные автомобили. Первым попадается Вячеслав. С машиной все в порядке, с документами тоже. А почему работаете легально, а не нелегально? Так выгоднее, не выгоднее? Да, так намного выгоднее. Забот поменьше. То есть, как у нас сейчас творится безработица, а там можно хоть что-то, хоть как-то, ну какую-то копику заработать. Вячеслав только что получил своей компанией новую машину. И как раз ехал подключать к электрику вот такие таксистские шашечки, без которых нельзя выходить в рейс. Однако не все люди, занимающиеся частным извозом, так законопослушны. Многие предпочитают работать нелегально, без необходимого пакета документов. Ну, для того, чтобы легально использовать свой автомобиль для перевозки пассажиров, необходимо иметь разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, путевой лист, фонарь такси на автомобиле и цветовую раскраску, вот схема такси по кузову. Следующий остановленный водитель как раз из тех, на кого и охотились. В салоне многодетная семья. Что они делают в салоне вашего автомобиля? Ну, попросили везу до дворца спорта. А где вы взяли? С Хабиду улицы. То есть, получается, вы таксист, нелегал? Ну, да, считается, да, да. Не буду врат. Пассажиры – гости из Казахстана. Их вины тут вроде бы и нет. Вызвали таксиста нелегала. Почему нельзя было выбрать легального перевозчика? Ну, ничего говорить не буду. Откуда я знаю? Подъехал человек. И вы не спрашивали, легал он, нелегал? Я не знаю. Теперь Фердалу выпишут штраф, а семье придется идти пешком. Вынужденная прогулка – расплата за беспечность. Среди местного населения тоже есть такие, кто не прочь протянуть руку у обочины. Я часто голосую, потому что мне надо быстрее добраться до места. Для этого, чтобы не ждать, не заказывать ничего, останавливаю машину. Любую, которая мне остановилась, то так поехала. Я не пользуюсь услугой в таксисты, нелегалом, потому что я их просто боюсь. Лучше немного переплатить, чем садиться в машину неизвестно кому. Безопасность дороже. В конечном итоге платить больше за безопасность или же экономить, рассчитывая на то, что повезет, дело каждого. На ум приходит лишь старая пословица – скупой платит дважды. И еще одно – в законной перевозке граждан тоже есть свои нюансы. Даже если вы пользуетесь услугами легального перевозчика, то правилами дорожного движения все равно не стоит пренебрегать. И водитель, и вы, и все, кто находится в салоне, должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Но если вы перевозите с собой ребенка, он должен находиться в специальном удерживающем устройстве. Илья Кремнев, Алексей Руднев, Видное ТВ.